В первом чтении приняли изменения в краевой закон за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Административная ответственность будет грозить хозяевам, которые содержат домашнее животное в нежилом помещении многоэтажки или на придомовой территории, а также за выгул собаки без поводка или ее самовыгул, или если питомец повредит элементы благоустройства, а также в ряде других случаев. Штрафы будут варьироваться от 500 до 5000 рублей. Мы при этом все прекрасно понимаем, что приоритет это охрана жизни и здоровья людей. Если животное ведет себя агрессивно, если животное гуляет без поводка, ну, наверное, это опасность определенную создает. Поэтому вот эти правила, которые вроде как нам кажутся обычные, мы сегодня зафиксировали и предлагаем установить административную ответственность. За неконтролируемый выгул сельхозскота придется заплатить от 500 до 3000 рублей, юрлицам от 5 до 50 тысяч. Другая мера также коснулась бездомных зверей. Чтобы увеличить припускную способность приютов и число отловленных и простерилизованных животных, в регионе сократят срок пребывания кошек и собак в этих учреждениях с 45 до 21 дня. Сейчас в крае ловят бездомных животных, стерилизуют и вакцинируют в приюте, а после отпускают в прежнюю среду обитания. При этом срок их передержки в регионе самый большой в Сибири. Так, в Красноярском крае это 10 дней, в Иркутской области 20, в Новосибирской и Омской областях 21 день. Дорогое удовольствие строить приюты. И примеры приводили регионы, значит, что до 500 миллионов стоит сегодня приют. Ежегодно в крае процедуру отлова с дальнейшей стерилизацией или кастрации проходит около 2000 безнадзорных собак. С учетом индексации этой услуги на 6 процентов, теперь стоимость кастрации около 8300 рублей, стерилизации около 8800. Это вместе с питанием и передержкой. Сокращение количества дней пребывания в приюте позволит сэкономленные на питании собак средства направить на отлов и стерилизацию новых особей. Так, по подсчетам краевой ветеринарии, процедуру смогут пройти дополнительно еще 500 собак. Нижний Новгород. Два приюта. У нас с вами семь приютов в Алтайском крае. Но за счет того, что оборот численности, то есть стерилизации практически достиг уже 70 с лишним процентов у них, конечно, нежелательного потомства нет. И еще в тему животных. Действия Пушкинской карты хотят расширить на зоопарке. Сегодня депутаты краевого парламента поддержали предложенную инициативу. Обращение направят в правительство России. Также АКЗС предложили зачислять детей медиков в сад в приоритетном порядке. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.